МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем-всем привет! Привет! Посмотрите, что у нас делается с погодой. Как градинки сыпет. Вот-вот-вот, да, такой прям сильный. 23 марта, девочки, травка пробивалась. А тут вот такая погода. Вот-вот на крыше видно прям. Кошмар! А я смотрю, утром все затянуло. Вчера вечером еще тучи пошли. Тучи, тучи. Но вот там вот с юга все затянуто. Это точно будет плохая погода. Ну, такая вот погодка, девочки. Я пока занимаюсь своими делами. Всем хорошего денька пожелаю. И потом к вам подключусь. Всем-всем привет! Сегодня 24-е. Вчера вот снег поросшил. Непонятно, что было. У меня вчера, видать, девчат давление прям поднималось. Или наоборот опускалось. Ну, меня морозило, и было мне чуть-чуть не по себе. А сегодня вот такая вот погодка. Ну, там он еще тоже туманит. Но вроде распогаживается. Едет курьер. И везет мне посылочку с пряжей. Уже выехал. А я недавно только проснулась. Налила кофе. Пусть немножко проветрится. Окошко будет открыто. Налила, девочки, кофе. И сейчас буду... Я вчера вязала. Сейчас вам покажу. Связала вот такой беленький палантин. Это первый вот, как бы, розоватенький, да? Второй вот беленький. И вот еще один вчера. Уже поздно сидела и вязала. Этот надо отпарить. Отпарить. И у меня вот такой еще один моточек остался. Я тоже, думаю, свяжу белый палантинчик. Вот он. Все он будет лежать, да? Мы из него тоже свяжем. Вот мои цветочки, девчата. Сейчас кофе выпью. Дождусь, он уже едет. И будем с вами распаковку делать. Что же там прислали? Я, если честно, уже забыла. Потому что я выписала три посылки с пряжа 96 РФ. Вот оттуда. Жду. Приготовила вам паспорт. Сейчас подъедет. Мальчик такой нормальный. Спросил, как вам дорога. Вот. Звонит уже. Я думала, курьер. А это Вера. Мама, я тебя люблю. Я говорю, ты что? У тебя что? А мы контрольную написали. Ждем преподавателя. Я говорю, а что звонишь? Что случилось? Да нет, ничего. Просто сказать, что я тебя люблю. Ну, артистка. Я говорю, я тебя тоже люблю. Ничего не нашкодничала. Что ты сдалека заходишь? Она говорит, нет, все нормально. О, боже. Вот так, девчата. Жизнь кипит. Мы живем. Вот. Не дают нам расслабляться наши дети. Но тучи вот мне не нравятся. Но, она, знаете, такая погода, как будто все же хочет солнце прорваться. А вот этот вот смог ему немножечко как бы не дает. Вот. Ну, так пахнет весной. Моя соседка вон там прибежала, гляжу. Уже вон пошла по огородам. Уже мусор собирает. Ну, у тех болезнь. Вся жизнь в огородах. Я этого тоже не понимаю. Стоять задницей кверху всю жизнь. А где жить тогда? Когда жить? Только грядки убирать? Нет. Уберем, уберем. Успеем убрать. Сажать ничего не будем. А может быть, что-то и посадим. Посмотрим, посмотрим, девчата. Огурчики-то точно посажу в этом году. И морковку. Морковь растет. Пусть растет. Свекла у нас не растет. Ну, может быть, еще и капусты посажу. Видите, огород еще не загороженный. Поэтому смысл сажать, трудиться. Собаки все вытопчут. Вот что. Ладно, девчата, пью кофе. Всем хорошего-хорошего денечка. И ждем нашу посылку. Всем привет. Я сегодня, девчата, уже сняла одно видео. Загружается. Рис. Вчера, маленький вот кусочек там впереди, да, это вчера у нас так погода прыгала. Сварила три пачки риса. Для чего? Для моих кошечек любимых. Вот он ходит вокруг, кушает уже кочек. Сейчас, Маркиз. Рис, девчата, рис в пачках. Это я сварила и остужала, чтобы он остыл. И сюда сейчас положу вот эту кильку-баночку. Подмешаю. И тогда мои кошки будут есть. Сегодня приходила Сашина кошка соседская. Приходит, просит. Ну, а как ее, не покормишь, что ли? Покормила. Вера добирается до дома. Если вот она придет к вечеру, кошка, я имею в виду, то надо ее как-то так, чтобы Вера взяла ее в руки, а я ее сфотаю. И дадим девчат объявление. Кошку жалко, кошка неплохая. Умная. Ну, не пакостливая, я хочу сказать. Так. Сейчас Маркушенька, он прям просит. Сейчас мой мальчик. Ну да сейчас, мама, она кормит парня. Да, мусор надо вывезти. Да, да, да. Сейчас, малыш мой. Погода утром была туманистая. И вот к обеду прям раздухарилось солнышко. Думала, солнце не пробьется. Пробилось. Пробилось на улице хорошо. Вера добирается уже домой. Позвонила мама, я, говорит, уже иду на автобус. Автобус стоит. Я говорю, ну все, прыгай и добирайся. А я вытащила подложку вон. Курицу приосколья. Ну там два бедрышка. Бедро. Окрочек. Сейчас буду готовить. И знаете, нашла... Ой. Вот эту вот кильку, девчата, с фикс прайса. Ни в коем случае себе. Она, видите, какая-то. Вся мятая, тут перемятая. Только для кошек. А кошкам запах есть. И они уже будут с удовольствием как бы кушать. Сейчас я вторую пачку еще, банку сюда кину. Потому что одну мало. Я три пачки сварила. Каши. Ушкильку, я думаю, мы еще купим им. У меня сосед, он постоянно покупал вот в нашем магазине. У него кошек было много. Он заходил, говорит, кашу наварю им. И килькой разбавлю. И они поедят, и будет им хорошо и сытно. Но корма уже давно мы не покупаем. Я уже даже и не помню, когда мы бросили покупать. Раньше, помните, брали и сухой, и жидкий. Во-первых, очень много денег уходило на кормежку. Вот эту, на корма. А во-вторых, пользы-то никакой. Они как бы поедят, поедят, да? И тут же им хочется кушать. То есть... Сейчас, Маркизик, сейчас мой мальчик. Подожди. Сейчас я кипяточек сюда плюхну. Ой, подожди, подожди. А то он тут возле ног моих трется. Чтобы банки ополоснем. Сейчас дам-дам-дам-дам. Сейчас будешь кушать. Вера придет, я уже ей тогда скажу. Вера, вынеси там ведро мусора, она собиралась. Ой, сортирую мусор, девчата. Что в печку, что в мусорку. Что, вот какие очистки. У меня вот там подвишни. Туда складываем. Оно все перегнивает. Сейчас мой золотой сейчас. Поет, поет. Просит кушать. А, хоть сам ешь. Хоть сам ешь. Да. Нормально, девочки, нормально. Я не знаю, что сготовить. Может быть, плов сготовить? Уже не знаю. Наверное. Сейчас мой котик. Девчата, пойду быстро его покормлю. Наложу в чашечку ему. Девчата, помыла ножки эти окорочка. Сейчас почищу эту луковицу. И три морковки. И, наверное, сделаю плов. Я ленивая стала. Не хочу стоять, заморачиваться что-то. В мультиварке сейчас забабахаю. Ой. Вот знаете, как-то вот бывают дни, когда ты вообще ничего не хочется. Депрессивное такое состояние. Бывает такое, что у тебя прям в руках всё горит. И хочется делать, что-то творить. Ну вот, сегодня мне хочется что-то ещё полистать, поискать. И связать. Вот луковку. Я всё через комбайн пропущу, чтобы время прям не терять. Маркизик, поел? Поел мой мальчик. Ну вот, видишь, какой умненький. Умный мальчик мой, умный. Покушал. Сейчас морковку быстро почистим. Всё это сделаем. Я думаю, завтра Вера учится ещё. Завтра пятница. В субботу. Ну, попытаемся съездить. Я не знаю, как мы там съездим. Светофор. А у меня двадцать седьмого. А у внучки девочки семь лет. Вот, поэтому завтра, возможно... Сегодня буду звонить. Дочь ей вчера звонила. Возможно, завтра мы с ней встретимся. Походим. Там по луговой. Посмотрим. Ну, надо же выбрать подарок ребёнку. У меня есть подарок. Есть. Но к этому подарку нужно ещё одну вещь купить. Я ей говорю, она говорит, мама, мы с Костей хотели это купить. Я говорю, ну, купите ещё. Какие ваши годы. А то бабушка хочет купить ей от нас с Верой. Сделать подарок. Ну, возможно, завтра я поеду с Наташей встречусь. И там, что уже купим, не буду пока говорить. Купим, тогда уже скажу. В школу ребёнок идёт. Вот только вроде бы, знаете, только родилась. А уже семь лет, девочки. Так года летят. Так года летят. Молниеносно. Просто, вот знаете, жизнь пролетает. Как один миг. Поэтому мне вот время. Я вчера... Сейчас, девчата. Я вчера так спать хотела. Днём выброшу очистки. У меня ведёрко. Ведёрко. Потом пойду там вытяну. Сейчас морковочку помою. Вчера сильно хотела спать. Потому что, ну, вот такая вот погода была. То ли снег, то ли дождь, то ли град. Не понять, что, девчата. И меня как начало морозить. Прям я замёрзла. Морковочку помыли. Что даже оделась, пошла в тёплый костюм свой. Представляете? Хотя дома всегда хожу в коротких штанах. И в какой-нибудь футболочке. Ну, тепло всегда. А это меня прям морозило-морозило. Вчера говорю, ой, в носу свердит, чешется. Думаю, то ли давление скакануло, то ли чё. Ну, чувствовала себя нормально. Ну, сильно спать хотела. Вера говорит, ложись, Магда, поспи. Я говорю, ну, да. Я сейчас ляжу, посплю. А потом, куда я ночь-то опять буду девать, я и так сижу до трёх часов. А если я ещё посплю, ляжу поздно, да, то всё, я не усну, девочки. До утра. Вот чё. Думаю, не, не буду спать. Ой, перетерпела, а в три ночи завалилась. Уснула утром, Вера. Слышу, ходит. Она уходит, я закрываюсь и дальше сплю. В этом плане, девчата, я не, ну, как сказать, не устанавливаю себе режим. Хочется спать, сплю. Не хочется спать, не сплю. Как-то так. На работу не идти. Думаю, да чё я, кто меня контролирует, что ли? Нет. Сейчас на крупной тёрке всё через комбайн это пропущу. Всё будем делать автоматически. Так, порежу мясо. Сейчас, девчата, я комбайн принесу и быстро прокрутим. И прокрутим. О, господи. Да. Вот тоже агрегат пухонный. Боже, ему столько лет. Наверное, столько не живут. Это покупала я, девчата, в 2000-х годах, в 2001-м, наверное, вот так вот где-то. Да? Мама и тётка у меня жили. И я покупала, чтобы всё делать на скорую руку. Сейчас прям на самую крупную тёрочку. И всё вот это перемелю. Я пока поставлю на стоп, чтобы мне не... Ну, не шуметь на камеру, девчата. И прокручу. Морковки вот три штуки. И большая моя луковка. Ну вот, очки переодела. Откек плохо вижу. Сейчас будем, девочки, начинать готовить. Включим жарку. Так, сейчас, сейчас. Стоять. Так, вот, жарка 15 минут. Я её включаю. Вот я перетёрла морковь, лук. Сейчас будем обжаривать. Маслечко. И потом туда мясо закинем. Рисок. И наготовим. Всё это быстро делается. Пускай греется. А я этим временем... Надо мне масло ещё залить. Масло не успеваю заливать. Масло почему-то у меня быстро уходит. Чё, Маркизик? Чё, мой сладенький? Масло не сидит. Муся ушла во двор. Да? Ну, вот это сейчас будем пробовать. Вилки. Без ГМО. 100 процентов натуральная это где я брала а ну я его увидите уже наливала это по моему фикс маркете вот там кстати фикс маркет там все время продают масло вот у нас фикс прайсе давно не было масла растительного а на спортивке фикс маркет где вот китайские кухни двухэтажное здание вот там все время масло кто владивостоке заходите смотрите девчата я там не первый раз уже беру и масло хорошее так ну что сейчас будем мясо резать еще до у меня что-то девочки пошел какой-то всплеск на машинное вязание не знаю плохо это или хорошо то вот мне там написали тайну лучная работа это ручная машинка это не то можно купить мол в магазине нет девчат ну каждому свое конечно так но я хочу сказать что на машинке тоже прикольно вязать нравится ну кому то нравится кому то не нравится мы же все разные поэтому вот я говорю если кто-то хочет купить да если есть возможность то я бы посоветовала вперед попробовать но чтобы попробовать надо иметь машинку да но если у кого-то у знакомых есть вот так взять и попробовать действительно твое это или не твое то можно купить машинку и просто она будет стоять стоять без дела вот чем не знаю я даже в коробку ее не убираю и вот как досталось сразу с коробки вот эту саму упаковку она у меня в зале лежит я ее не выкинула она лежит когда как коробочка в другой коробочке и все переложено пенопластом ну потому что посылкой же она шла да такая буду сейчас быстро быстро ты мяско будешь будешь да ты мой красавец конечно скажи буду давай мне мясо давай я буду есть гусочку вот тебе сейчас маркизик вот я не выбросила пойдем пойдем мой дорогой тот раз музей ела ты гулял теперь музыка гуляет пусть марки съест как бы сказать то девочки коробку я не выбросила ну мало ли да а вдруг придется ее куда-то перевести хотя никуда не собираюсь ехать еще что-то пусть коробка лежит она есть не просит в гараж не не принесла потому что тает будет страшная там пыльная грязная пусть стоит стоит она на стенке и стоит вот в шкуре вижу вытащила перышко как вот обрабатываю да вроде бы я и мыла а все равно где-то перо попадается я человек брезвительный честно я каждое перышко убираю всегда ну потому что неприятно когда перо там в рот тебе залезет ну вот девочки и машинка она как бы у меня вот как встала на веранде я ее поставила и так она у меня там и стоит я ее нет не таскаю туда-сюда не убираю смысле просто ее надо накрывать чтобы пыль не садилась но хочу сказать игольница пачкается я уже ее как бы протирала это от пряжи перед чего ну иглы иглы же бегают туда-сюда значит от пряжи девчата пряжа бывает не сильно чистая поэтому а так классно на ней вязать хорошо был вопрос станет где где можно купить я покупала я буду этого ответила видео но не все же каждое видео смотрят и здесь скажу я покупал девочки в азбуке вязания но там еще есть магазины и купила дополнительную игольницу на 50 игол хотя хотя я ее еще даже она у меня так лежит в коробке я ей не пользовалась но мне хватает сама машинка там на 150 игол до 150 игол мне как бы хватает их вот а если допустим вязать захочется знаете можно связать и плед до широкий вот одной как бы набрать и гнать его то конечно ту игольницу будет 200 игол и вяжи гони одним полотном потом края обвязал вот тебе плед с той же кавказской пряжи будет красота девчат но у меня в планах есть два пледа с кавказской пряжи связать хочется хочется потому что пледы с кавказской красиво смотрятся носки теплые я вам скажу очень теплые ты еще хочешь теплеучие и знаете долговечно это точно она не убиваемая кавказская пряжа поэтому я думаю что я буду вязать пледы именно вот сюда на кухню мне надо плед на куна диванчик и на веранде мой диванчик мне тоже хочется связать плед такой один один квадратами бабушкины вот как вере я вязала только квадрат возьму сделаю поменьше размер там я делала вере на 1 40 на 40 где-то вот так и уже толком не помню а здесь бы я бы вязала ну там сантиметров можно по 25 вот так вот квадратики это же в оригинально смотрелись подобрать просто цвета купить два с половиной килограмма вот так вот плед будет во просто шикарнючий и один вот сюда не бабушкины квадратами а вот как я вязала радужный плед ой такой он классный был девочки теплый хочешь спи на нем хочешь укрывайся хочешь застилай постель вообще хороший вот ну вот сейчас помешаем лук морковь я мясо порезала косточки тоже туда кинем так и буду мыть потом рис рис помою тема толышки нету собачки у меня так бы собачкам отдать маркиз деловой сидит такой красава красава сейчас девчата помешаю морковки много морковку люблю и лук люблю можно было вперед мясо кинуть кто как готовит девчата я же не шеф-повар ресторанный говорю то что как я готовлю все по-разному готовим правда так пошла помою быстренько вот это вот девчата забросила мясо у меня тут жарится париться и знаете что я там достала у меня было соевое мясо на развес я брала такие кусочки вот она была сухое сухое как палка вот я его по поразмочила теплой водой заливала потом промыла сейчас еще про мою и залью кипятком она разбухнет и буду жарить буду жарить лук морковь и соевое мясо просто пожарить но что туда джина мото идет скажу что это вкусовый да 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 китайская джина мото соль перчик и соевый соус в обязательном порядке это вкусно 90 года вспомним девочка я чуть сегодня залезла в этот стол грамм соевое мясо надо каи и приготовить во мяско мое тут я уже присолила сейчас закинем рис ну рис учета я сегодня многовато может быть два стаканчика с небольшим и и четвертинка стаканчика маленькие мои вот эти стаканчики которые с этой с хлебопечки вот сейчас разровняю водички присолю и пусть она готовится да конечно да сейчас водички прям добавим вера понесла мусор пришла уже с учебы раздела северу вера ведро надо вынести сразу не сказала я сразу не сказала сходи говорю вынеси вот а я сейчас готовлю и сяду за вязание что-то мне вот мысль приходит может быть не сделать обзор девчата на машинку и вот на вот эти дополнительные иголки потому что вопросы стали задавать и стали задавать почему потому что я стала показывать изделие которые связаны на машине вот ты естественно вопросы будут вот я думаю может быть действительно взять сделать обзор на машинку да что в нее входит я не знаю сколько она сейчас стоит я ее покупала 33 рубля 300 рублей по моему так девочки сейчас еще чуть-чуть водички добавлю да и надо чеснок приготовить так 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 вот цветы поливала но сейчас минутку я пойду на том окошке еще полью цветочки девчата поставила я уже программку на плов на час чуть попозже масло надеюсь ведь каждый раз по новому варю кто как варит не знаю девочки я вот так как настрой есть так говорю всегда получается мы все едим живы и здоровы вот сейчас перчик сюда вот насыпем и буду опять же надо морковку почистите луковицу чтобы сделать девочки этот соевое мясо помните мы делали раньше острую морковку по-корейски не где-то приправу даже лежит можно тоже сделать сейчас обвинились вот сейчас если наступит трудные времена все вспомним все вспомним и будем печь снова и готовить снова но я думаю все будет красиво и хорошо вот трудности это всегда временные они проходят девчата их надо просто достойно пройти и все все наладится правда же все будет окей так ну что мне еще нужно это я помою перец этот чесночок туда потом воткнуть чесночок ночью у меня еще суд девочки каша с этой есть еще макароны две котлеты а таня опять готовит ну ладно вчера делала селедку девчата что купила банку вот эту баночку до довольном слоне вчера говорю пойду открою открываю а селедка вижу но не такая как вот знаете есть свежак свежак она прям должна быть такая плотная упругая а это сама селедка хорошая а рассол был уже но мне он не понравился я этот рассол выкинула селедку всю помыла почистила ее всю порезала залила маслом и луком и сложила в банку ну и на ночь все равно я вчера одна была прям такая толстая с икрой икрину съела не удержалась и два куска селедки девочки съела с таким удовольствием это просто вообще вот этот вот чесночок чуть-чуть попозже я туда постыка вы знаете очень вкусный чеснок а я раньше как-то ну уложила его выкидывала не ела потом думаю за надо же его было есть он такой вкусный с плова просто шикарнючий вернет мама столько пряжи пряжа же пришла девочки столько лет пряжи игры по старой цене душа радуется вот тут уже немножко подсыхать начал но я обрежу костики по старой цене девчата еще я урвала но там идет мне я все на одном сайте заказывала идет рассказовская пряжа девочки я не знаю там одна пряжа для меня совершенно новая какая-то ангорка гладко выкрашенная что ли гладко выкрашенная по моему так называется но думаю куплю по три моточка по два получается пол килограмма а бывает знаете захочется связать допустим тот же свитер или кардиган и пол килограмма это однозначно может не хватить поэтому девочки я заказала по три моточка представляете вот чеснок внутри начал прорастать и вот это вот сердцевина высохшая я ее выковырю все а сам чеснок положим в этот вот так девчата поэтому еще будем ждать две посылки я же много не бывает я так скажу с одной стороны это вложение как бы и денег инфляция идет обесценивается но все дорожает вот а с другой стороны душа спокойно что будет из чего вязать правда же девочки налила девчата масло долила и сейчас туда вот прям втыкаю чеснок пускай пускай и приправу туда свою кидану у меня приправа специальная для плова я покупала она очень вкусная такая ну прям сверху ее сыпанем и пусть готовится так и приправка и приправка ох запах так вкусный вкусный девочки вкусный все закрываю и пускай готовится я попью наверное чайку помою вот эту посудину попью чайку и приготовлю лук сейчас залью кипятком нашу сою соевое мясо и пока я буду чаяно распариться приготовлю лук и морковку и потом с вами быстренько быстренько ее пожарим да вот пока отключаюсь далеко не убегайте да далеко не уходите продолжим потом вот девчата плов я сготовила вот видите сейчас веру посажу кушать ей положила я уже чаю попила ничего уже не буду все отключила и буду заниматься соевым маслом мясом вот оно видите после распарилась как бы получились вот такие вот кусочки сейчас мы его будем обжаривать потом туда лучок на новой сковородочке девочки буду готовить на новой сковороде так в общем обжариваю потом туда лук морковь ложу аджинамото сольку перчик и в самом конце можно чеснок положить выдавить на довилке и в самом конце соевый соус вот у меня немножко есть вот сколько надо покупать вот поэтому готовим девочки готовим как сготовлю я вам покажу обязательно сейчас веру буду кормить вот девчата забыла сказать когда вот она у меня размокла немножко я ее отварила покипела она прям немножечко и потом вот ее сейчас будем обжаривать я уже сольки пристарила сейчас сюда лучок закинем и вон чесночок приготовил чеснок надо выдавлю вот Вера у меня покушала уже вот так будем готовить сейчас чесночку это я люблю сою обожаю девчата ее хоть в горячем виде хоть в холодном в холодном мне кажется она даже еще и вкуснее кушать ну и на раз хочется не все прям на мясе мясо мясо вывалила я говорю ну и че не хочет мясо не хочет ругаюсь говорю нужно есть и мясо а ты че весь выловила а мясо все оставила я ела я говорю как ты ела вообще мясо никакую не заставлю я сытая я говорю ну как ты то ой девочки проблема с едой прям заставляю и ругаюсь чтобы ел ребенок плохо ест плохо это плохо когда плохо сейчас прям на доску вот повыдавливаем чеснок и в конце его добавлю вот вот полдня как зашла на кухню еще не вышла полжизни на кухне так вот пойдем в магазин чеснок надо купить я обычно знаете беру вот эту вязочку ее надолго надолго не шибко мы его еди если лук улетает то чеснок нет вот сейчас повыдавливаем и все дела сегодня хоть солнце на улице сейчас вот говорю там у меня видео монтировалось пойду открою видео буду этот влог монтировать и буду девочки еще раз пряжу прошерщу посмотрю ой полюбуюсь как говорится надо ее убрать она же на моем диване лежит и сяду за вязание сяду повяжу без вязание никак вот никак если день не вяжешь уже прям вот нервозное состояние получается и все так сейчас я буду перчик туда добавлю аджиномоты вот чесночок девочки в самом конце в самом-самом конце заброшу сейчас чесночницу помою пускай пока жарится девочки я уже посыпала аджиномоты и приправки для курицы тоже туда который в суп вложу сейчас добавлю вот видите прям соевый соус лью хватит пока посмотрим потом она впитает в себя это соус будет вкус вкуснейший а чесночок положим в самом конце вот я уже попробовала она уже мягкая я же ее приварила а до этого замачивала в воду сейчас а то я вас не вижу она сильно сухая была я ее замочила хорошо хорошо промыла потом прямо из под крана горячей водой заливала она немножко такая размякла потому что сухая прям сухая сухая потом девочки ну пять минут вот закипела водичка пять минут буквально напускай надо уже стричься мне пускай она как бы поварится в друшлаг тоже промыла и обжариваю обжариваю с луком и морковки морковки лука побольше не жалейте вкусно и вот давай ладжиномоты просто сольки соевый соус чеснок чеснок в самом конце потому что он даст самую всю вот эту насыщенность чесночком сейчас попробую сольки она уже мягкая и вкусная еще надо соус подолью еще подолью она видите впитала его все больше не буду мягко забирает сою себя так и ложу теперь вот наш чеснок вот видите сколько через чесночную давку вот эту выдавила и всю сюда и теперь перемешиваю буквально несколько минут так и выключаю и это готово запах пошел чеснока вот это вкусно я говорю я это люблю блюдо даже лучше в виде в холодном чем в горячем можно просто вот можно гарнир там с картошечкой да а можно просто взять и покушать без такого гарнира это вкусненько давно я кстати не готовила давно у меня еще там в пачках такая ну в упаковке и еще один пакет тоже на разрез я брала у нашего китайца у Саши в овощном покупала но что-то вот опять не вижу может быть не привозят а так привозят всегда потому что это китайцы тоже любят эту еду они едят ну вот практически все вот такая красота поближе даже вам прям покажу видите вот она соя лук морковь соевый соус все больше здесь ничего не надо сейчас я закрою крышечкой и она настоится девочки чесночок возьмет в себя это вкусно всем скажу так я отключаю печь да отключаю девочки пробу сняла очень-очень вкусно это вы знаете ну вкус передать не могу потому что он такой специфический но очень вкусно если у вас продают соевое мясо купите попробуйте приготовьте немножко отварите а потом жать но все мое блюдо готово плов готов а у меня так спина болит девчата это вообще не какая со спиной я всем-всем хочу сказать приятного аппетита готовьте девочки я пойду открывать видео для вас и монтировать вот это и потом сяду отдохну и повяжу ну а вам скажу берегите себя мои хорошие всем добра мира здоровья и всего самого-самого наилучшего с вами была ваша Татьяна и всем пока-пока пока и пока